Так, сегодня у нас с вами тема открытого урока, это мониторинг производительности в ЦУП. Меня зовут Каратаев Олег, я более 15 лет работаю с платформой 1С предприятия, занимал различные позиции в крупных компаниях, от разработчика до руководителя проектов. Являюсь преподавателем курса архитектора 1С и бизнес-аналитик в ВОТУСе. Правила вебинара у нас, это активно участвуем, задаем вопросы в чате, в общем, будем активными. Сегодня маршрут у нас вебинара, это краткое знакомство, немножко расскажу о ВОТУС кратенько и перейдем к теме. Это рассмотрим кратенько тех журнал и Центр управления производительностью, немножко покажу практику работы с Центром управления производительностью, расскажу немножко о курсе и программе обучения и отвечу на ваши вопросы. Коллеги, первый мой к вам вопрос, это просьба написать, какой ваш опыт работы в ВТ, сколько лет, и вообще с какой целью вы записались на занятия. Напишите, пожалуйста, в чате. Коллеги, пожалуйста, напишите в чате, да, какой у вас опыт работы в ВТ, сколько лет, и цель, с которой вы записались на занятия. Спасибо. 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 Коллеги, пока не вижу в чате сообщений. Так, вижу Евгений, да, около 15 лет, цель повысить навык при работе в крупных проектах. Андрей, 25, ничего себе, 25 лет, да, приличный срок работают в ВТ. Супер, супер, коллеги. Да, тогда пишите, мы тогда с вами продолжим. Давайте кратенько расскажу об ОТУС. Что такое ОТУС? ОТУС – это платформа, на которой мы создаем курсы для ИТ-специалистов от уровня джуниоров до лидов. Все наши преподаватели являются специалистами с опытом. Изначально мы создавали курсы для повышения квалификации, но сейчас у нас идет множество запросов именно на обучение с нуля, поэтому сейчас мы даем возможность любому человеку освоить специальность в области ИТ. У ОТУС есть образовательная лицензия, поэтому наши курсы – это программа повышения квалификации и профессиональной переподготовки. То есть по окончанию курса вы сможете получить официальное удостоверение или диплом, также сделать налоговый вычет. Направления курсов у нас различные. Это начинает программирование и заканчивая информационной безопасностью. Курсы постоянно пополняются, обновляются, то есть регулярно очень много выходит новых интересных курсов. Поэтому, да, вы можете на сайте с ними ознакомиться, посмотреть, прочитать про них. Давайте, коллеги, да, перейдем к нашей теме. Непосредственно это мониторинг производительности в 1С Центр управления производительностью. Прежде всего, цель нашего вебинара – это научиться настраивать технологический журнал через Центр управления производительностью и научиться анализировать события через Центр управления производительностью. Смысл. Зачем вам это уметь? Прежде всего, это нужно для того, чтобы вы могли своевременно обнаруживать проблемные узкие места и оперативно, проактивно принимать меры для повышения стабильности работы серверов. Плюс, это дает возможность повысить вашу компетенцию по анализу и выявлению проблемных мест и вы будете более ценным специалистом как внутри этой компании, так и где-либо на рынке. Плюс, это возможность понимать причины падения производительности и предпринимать определенные меры по справлению различных узких мест в найденной информационной системе 1С. Окей, коллеги, да, давайте начнем. Технологический журнал. Что же это такое? То есть, если мы говорим про Центр управления производительностью, а он непосредственно взаимодействует с технологическим журналом, поэтому стоит сразу ввести, что такое технологический журнал. Это, прежде всего, инструмент логирования, который может использоваться для анализа различных технологических проблем и различных аварийных ситуаций. Он регистрирует от всех приложений системы 1С различную информацию. Файлы технологического журнала могут быть просмотрены с помощью любого текстового редактора. То есть, мы можем открыть их буквально в блокноте и увидеть записи. Поэтому, если резюмировать, то технологический журнал является одним из важнейших инструментов для диагностики и расследования проблем как стабильности, так и производительности систем 1С. Как он настраивается? Настраивается он через специальный файл, блок sfg.xml, который находится внутри установленной системы 1С, программ файлов в папке установленной версии 1С. Он редактируется, настраивается согласно документации ТС. И после этих настроек он автоматически включается и начинает формировать логи. Естественно, если этого файла по умолчанию нет, а его по умолчанию нет, то никаких технологических уроков тех журнала не формируется. Это тоже важный у него такой нюанс. Коллеги, центр управления производительностью. Пожалуйста, да, поставьте плюсик, кто с ним работал, а кто первый раз слышит, ну или не работал. Минусик. Плюсик, кто работал с центром управления производительностью. Минусик, кто не работал. Так, я вижу, да, коллега Евгений Кузнецов работал. Ну, супер. Так, что же такое центр управления производительностью? Это конфигурация на 1С конфигурация, которая предназначена для сбора и последующего анализа различных технологических показателей производительности системы 1С. Самое главное, технологические показатели можно разделить на две основные группы. Это оперативные показатели и аналитические показатели. Далее мы немножко чуть-чуть про них проговорим. И уже перейдем к настройкам центра управления производительностью. Как центр управления производительностью выглядит на картинке? Прежде всего, у нас есть некий эксперт, который заходит в базу, конфигурацию центра управления производительностью. И через нее сначала производит различные настройки. Настройки в виде специального удобного мастера настроек. Как правило, по результату этих настроек система формирует необходимые данные для работы с технологическим журналом. Эти настройки хранятся в центре управления производительностью. И при начале мониторинга, как раз эксперт стартует мониторинг, происходит анализ работы исследуемой базы. По факту, по результату анализа идет фиксация этого результата. И далее уже эксперт может анализировать то, что система получила. То есть, непосредственно управление идет экспертам. Именно эксперт стартует и завершает анализ. Центр управления производительностью не работает автономно. Требуется действительно, чтобы эксперт заходил и делал определенные запуски и замеры. Так. Важный момент, что есть оперативные показатели, которые содержат такие показатели в виде суммарных значений, средних, максимальных и количественных. Что входит в оперативные показатели? Прежде всего, это запросы, где показывается оценка количества и времени выполнения запросов, выполняющихся в системе в данный момент. Далее, серверные вызовы, которые позволяют оценить количество и время выполнения серверных вызовов, опять же, выполняющихся в данный момент. Ожидания на блокировках. Позволяют оценить, существует ли в данный момент ожидания на блокировках. И если существует, то также оцените их тип. Например, на управляемых они или на уровне СУБД. И количество и время ожиданий. И количество взаимоблокировок. Можно оценить количество взаимоблокировок именно на уровне СУБД. Еще показатели есть такие, как количество таймаутов. Также можно задавать произвольные счетчики операционной системы. То есть, допустим, анализ места, оставшегося на дисках. Анализ работы процессора. То есть, дополнительные показатели, которые тоже могут влиять на работу системы. И показатели качества работы. Показатели качества работы. Они измеряются в процентах и могут отражать информацию, насколько хорошо или плохо работает система в данный момент. Если смотреть текущую версию Центра управления производительностью, то она имеет только один качественный показатель. Это анализ проблем с параллельностью работы. Фирма 1С его развивает. Этот продукт, я думаю, в будущем появится гораздо больше качественных показателей. И далее, вторая группа, это аналитические показатели. Зачем они нужны? На основании данных показателей, эксперт может сделать вывод о наличии в системе проблем производительности того или иного вида. Соответственно, если в результате такого анализа обнаруживаются определенные симптомы проблем, то, в принципе, ЦУП может подсказать, на что стоит обратить внимание. И на основании этой информации уже эксперт может дать рекомендацию команде проекта, что можно скорректировать, исправить, чтобы улучшить работу системы. Аналитические показатели бывают такие, как анализ запросов. Это один из самых таких популярных. Сегодня мы попробуем его запустить. Который как раз выявляет неоптимальные запросы. Он в своем анализе использует тексты, планы запросов, контексты вызовов. И по результату он может определить детально именно те запросы, которые были проблемные на период анализа. Анализ ожиданий на блокировках позволяет установить именно причины, которые происходили в результате ожиданий на блокировках. На уровне СУБД или на управляемых блокировках 1С, на уровне кластера. Анализ взаимоблокировок, анализ серверных вызовов, анализ длительных событий. Это тоже комплекс хороших аналитических показателей, которые действительно дают значительный ответ на вопрос о том, какие есть проблемы сейчас у системы. Окей, коллеги. Начало работы с 1С СУБД. Прежде всего стоит понять, что в Центр управления производительности входит так называемый корпоративный инструментальный пакет. То есть если он покупается, то обычно покупается цельным в виде корпоративного инструментального пакета. Это одна из его конфигураций. Поэтому, чтобы его начать использовать, надо официально купить этот корпоративный инструментальный пакет. Купив, то есть вы загружаете к себе, устанавливаете конфигурацию. Обычно эту конфигурацию ставят на том же сервере приложения, где необходимо работать, анализировать базу. И запускаем ее. ЦУБД состоит из двух сценариев работы. Это мониторинга и просмотра. Стандартные все настройки делаются через специальный мастер настройок подключения. Мы как раз сейчас его и посмотрим. Давайте подойдем к практике. Сейчас практически я покажу вам, как скачать. Я уже скачал и развернул базу на ЦУБ. Сейчас мы создадим с вами настройку для базы на примере MS SQL. И попробуем проанализировать основные показатели. Например, такой, как анализ запросов. Давайте это сделаем. Коллеги, если есть у вас какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Это будет очень здорово. Так, давайте перейдем к ЦУБД. Так, прежде всего, мы с вами установили базу, ЦУБД. И первое, с чего можно начать, это с настроек. То есть зайдем в настройки и откроем раздел общей настройки. В принципе, то, что здесь установлено по умолчанию, можно не менять. Оно довольно корректно настроено. Единственное, что стоит установить, это каталог обработки технологического журнала на сервере. То есть куда результат отработки данных технологического журнала именно с учетом анализа данных скидывать. Вот это можно установить. Поэтому первое, что я делаю, это устанавливаю CTEMPMS, Центр управления производительностью по-английски, PMC, путь к этому каталогу. Он автоматически чистится через какое-то время. И, в принципе, можно уже о нем не думать. Окей, нажимаем записать и закрыть. И дальше мы можем начать работу. Так, перейдем на главное. Вся работа начинается с начать мониторинг. И как раз нам система сейчас предлагает выбрать вот эти самые два сценария. То есть первый сценарий – это работы непосредственно эксперта в плане настроек и мониторинга. Второй – это уже непосредственно просмотр того, что мы с вами отмониторили. Мы с вами еще не мониторили. Давайте начнем мониторить. Я нажму «Выбрать». И я предварительно уже подготовил базу на бухгалтерию бит-строительства, заполненную с данными. И попробуем давайте ее пройтись по настройкам. То есть любую новую базу мы нажимаем кнопочку «Добавить». Я изменю ту, которая у меня уже есть. И пройдемся по настройкам. Прежде всего, параметры соединения задаем. Существует три способа подключения ЦУПа. Это через комп соединения, через сервер раз и агент кип. Ну, комп соединения уже в настоящее время устарело. Поэтому из актуальных – это сервер раз и агент кип. Я рекомендую использовать для подключения именно к консолям кластера именно сервер раз. Он гораздо быстрее работает, чем агент кип. Агент кип устанавливается как отдельное приложение. Так как если у вас есть купленный пакет кип, то и агент кип у вас там есть в дистрибутивах. Он отдельно запускается, и это отдельное приложение. Если агентов кип нету, не запускались, то можно, конечно, использовать сервер раз, который позволяет управлять, администрировать сервер 1С. Прописываем адрес сервера, либо localhost, либо конкретный адрес. У меня уже конкретный адрес есть. Нажимаем далее. Далее пишем наименование подключения. Я назвал бухгалтерия SQL. Дальше указываем имя. Выбираем кластер, который мы только что задали. И если есть имя, пароль администратора кластера. Здесь у меня в тестовой среде его нет. Идем далее. Далее мы с вами выбираем информационную базу. Она обязательно должна быть задана в списке баз. В списке баз 1С я базово просто ее ввел, добавил. Это существующая рабочая база. Если я ее открою, вот она у меня есть. Базда сервер 1С, бухг SQL. Ок. То есть выбираем базу и пользователь, под которым мы будем подключаться. Я укажу пользователя администратора. То есть это важно, чтобы у него были права администрирования. Администрирование данных и внешнее соединение внутри этой базы. Следующий этап. Мы переходим к настройке с УБД. Базово вы можете указать системный администратор. Ну и настройка с УБД. Важно понимать, что для анализа аналитических показателей может использоваться только SQL сервер. По СГРИ ЦУП не может получать аналитические показатели. К сожалению, это пока ограничение у ЦУПа. Возможно, в будущем функционал ЦУПа доработает, и он сможет и по СГРИ на аналитические показатели тоже анализировать. Но сейчас это только SQL. Но с по СГРИ можно получать, в принципе, статистику по оперативным показателям. Я вам рассказал, их тоже довольно много. Далее мы с вами задаем имя пользователя. Дальше я расскажу нюансы по данному пользователю. Рекомендую создавать отдельного пользователя. Не ЦА. Дальше я расскажу, как его задавать, какие права ему нужно выдать. Давайте пойдем далее. Следующий этап – это настройка получения метаданных конфигурации. Они нужны для анализа проблем, например, при выполнении запросов. То есть у вас запрос получается в виде SQL таблиц. Благодаря тому, что была предварительно подгружена структура в виде объектов 1С, то запросы конвертируются в более читабельный вид. Соответственно, не все, но часть объектов метаданных выглядит читабельно, и вы можете понять, что это именно за запрос, а не какое-то там название по-английски справочника, каталог с каким-то, допустим, постфиксом в виде числа. Окей. Тут существует три варианта настройки. Это COM-соединение, неинтерактивное, интерактивное. Я рекомендую подтягивать изменения через неинтерактивный режим. Для него мы указываем каталог технологической платформы и нажимаем на кнопку «Получить структуру метаданных». Система автоматически откроет 1С и выполнит выгрузку структуры метаданных, и ее загрузит автоматически в данную базу Центра управления производительностью. Если мы это нажмем интерактивно, то тут система нам предоставляет отдельную обработку, которую мы можем сохранить, и с помощью этой обработки выгрузить данные структуры метаданных на диск, и потом указать путь к этой XML-файлу и загрузить его через кнопку «Получить структуру метаданных». Ну и КОМ-соединение, соответственно, это подключение через КОМ и подкачка структуры метаданных напрямую с базы. Самый рекомендую, но неинтерактивный. Обычно его хватает. Варианты получения метаданных возможны в двух случаях. Если у вас конфигурация с точки зрения объектов метаданных не так часто меняется, то вам может быть достаточно только в процессе настройки. Один раз мы получили и потом используем. Но если конфигурация, допустим, маленькая и активно увеличивается, то есть вы с нуля какой-то продукт делаете, те разные, то, возможно, имеет смысл каждый раз при включении анализа поставить настройку, и тогда она постоянно будет структурой метаданных подтягиваться. Поехали. Неинтерактивно нажимаем «Получить структуру метаданных». Чуть-чуть система думает и открывает нашу 1С и оттуда забирает в этот момент структуру метаданных. В результате мы с вами получаем прогруженные метаданные в базу. Переходим дальше. Важный момент, что каждый раз, когда мы переходим из «далее-далее», система проверяет, корректно ли был настроен шаг. Следующий этап – это типы показателей. Маленький нюанс есть у 1С, что при переходе на типы показателей и в последней версии ЦУПа возникает такая ошибка, как недостаточно фактических параметров. На самом деле это фейковая ошибка. Если я сейчас нажму «Ок» и нажму «Проверить текущий шаг», то ошибка исчезнет. Ну вот маленький такой глюк есть. Система еще пока не совсем идеальна. Но это в принципе мелочи. В типах показателей мы с вами можем выбрать те показатели, какие мы хотим, чтобы у нас мы могли анализировать. То есть не те, которые точно будут анализироваться, а те, которые нам будут доступны для анализа. Выбираю «Выбирать все», чтобы потом уже, как говорится, работать по максимуму, с тем, что есть. Важный нюанс – это по поводу двух типов показателей. Это показатель «Анализ взаимоблокировок» и «Анализ гранулярности блокировок». Эти показатели используют режим трассировок. Важный момент. Их можно получить только используя с УБД МССКЛ. То есть если у вас не МССКЛ, а ПОСГЛ, то сразу надо галки снимать. И если мы их хотим получать, то в МССКЛ мы будем с вами настраивать трассировку. Это следующий этап. Сейчас мы к нему подойдем. Давайте их нажмем, выберем. На самом деле анализ взаимоблокировок очень такой хороший показатель. Он позволяет определить причину взаимоблокировок в вашей исследуемой информационной базе на уровне СУБД. Очень такой показательный функционал для определения проблем у информационной базы. Нажимаем «Далее». И далее нам с вами необходимо настроить трассировки. Трассировки МССКЛ. Что это такое? Это инструменты МССКЛ, с помощью которых можно получать информацию о всех произведенных вами запросах в базе данных за все время измерения. При этом у вас появляется возможность оценить каждый вопрос, увидеть код возврата и посмотреть код программы, инициирующей данный запрос. Эта штука не бесплатная в плане ресурсов. Она дополнительно тратит ресурсы МССКЛ и дисковое пространство. Поэтому важный момент. Здесь необходимо нам указать с вами локальный каталог трассировки. Его имя нужно указывать на SQL сервере. Если он у вас отдельно, то тут путь именно указывается относительно SQL сервера. У меня предварительно подготовлен SQL сервер. Давайте мы на него зайдем. Я покажу, где у меня этот путь. Я его отдельно настроил. Так, да, MS SQL. То есть рекомендую недалеко от баз данных, если у вас они на отдельном диске, правильно сделаны, создавать отдельный каталог Trace. И вот в нем копятся такие файлы по результатам измерений. То есть мы с вами создаем потолок Trace. И далее мы его прописываем. DMS SQL Trace, который у нас задан на уровне MS SQL. Галочка удалять трассировки. Так как мы трассировку будем получать через команды к SQL, файлы копятся. И со временем их может быть очень много. Удалять система автоматически их не умеет через команды SQL. Чтобы их удалять, придумали отдельный признак. Удалять трассировку и удалять их явно из 1С команды удаления файла при наличии сетевого каталога трассировки. Поэтому, если вы хотите удалять трассировочные файлы, то необходимо это в отдельный сетевой каталог выделить. Вот этот каталог Trace. И им отдельно, тогда вы сможете их автоматически удалять. Ну, мы этого делать не будем. Это скорее дополнительные фишки. Нажимаем далее. Следующий этап это как раз настройка пользователя. Если вы вспомните, на уровне субэдэ мы с вами указывали пользователя определенного не системного администратора, а определенного созданного пользователя. Важный момент. В рекомендации к центру управления производительностью есть явная рекомендация создавать отдельного пользователя. Потому что ему требуется такая роль, как процесс админ. У системного администратора ее по умолчанию нет. Поэтому мы указываем галочку в процесс админ и заходим и создаем этого пользователя. Мы заходим в MS SQL. Я вернусь в MS SQL. Заходим в раздел безопасность или аналог security на английском, если у вас версия. Имена для входа. И создаем имя для входа. У меня уже предварительно создан. Задаем пароль. Выбираем проверка подлинности сквозь сервера и задаем пароль. Чтобы у нас явно можно было указывать по логину паролю Connected. Далее мы в роли сервера как раз указываем галочку процесс админ и переходим в защищаемые объекты. В защищаемых объектах нам необходимо указать следующие дополнительные настройки, как раз связанные с трассировкой. Так как мы хотим работать с трассировкой, то для трассировки нужно выдавать определенные права. Мы ставим галочки на уровне изменения трассировки. Далее подключение к любой базе данных. У нас уже стоять будет эта галочка. Не снимаем ее. Из дополнительных мы ставим галочку просмотр любого определения. Соединение с кейт. Галочка у нас тоже уже будет стоять. И нажимаем ОК. В принципе это все настройки, которые нужно сделать. Если мы эти настройки сделали, то если мы нажмем Далее, то система проверит. И если все ОК, то нам не выдаст ошибок. Ошибок нам не выдала. Значит у нас в целом все ОК. Следующий момент это... Так. Да, здесь мы показатели дисплея-то указали. Показатели операционной системы. Мы можем дополнительно снимать в целом показатели работы операционной системы. Например, такие вещи, как процессное время, нагрузка процессора, дисковое пространство. Ну, то есть различные метрики того, что происходит с системой на текущий момент времени. Если это тоже необходимо, то мы легко можем это настроить. Для этого мы нажимаем Добавить и выбираем сервер, которого мы хотим настроить. Способ сбора счетчиков PDAH. Язык. И в принципе все. Соответственно, если у нас будет агент KIP, для того же SQL сервера, если он у нас отдельно установлен, то потребуется нам задать агент KIP. Но агент KIP должен быть установлен. Как я сказал, отдельное приложение в корпоративном инструктуальном пакете. Если его установить, то можно у него подвязаться и через него уже снимать с других серверов эти самые счетчики. Окей. Мы указали сервер со способом сбора PDAH. И теперь задаем счетчик. Счетчиков на самом деле очень много. Если я их раскрою, различные процессные, по памяти счетчики и ряд счетчиков с SQL. Соответственно, с SQL я могу снимать только тогда, когда я указал SQL сервер. Ну, давайте укажем с вами, допустим, процессор Total Time. Будем получать по нему изменения. Нажмем далее. Следующий этап, он же последний, это настройка технологического журнала. Здесь важный нюанс, который хотелось бы подсветить, что если мы с вами центр управления подняли на том же сервере приложения, где мы и будем производить анализ базы, то в разделе сетевой каталог настроек вам нужно указать сетевой каталог настроек локальный. Это cprogramfiles1sv8conf, где на данный момент может обитать как раз жной регистрации. Это его локальный путь. Многие начинают задавать сетевой путь в таком виде, и у них не срабатывает настройки ЦУПа именно на этом этапе. Поэтому задаем явно локальный путь на том сервере, где у нас установлен ЦУП. окей, следующий момент это сетевой каталог сбора данных техжурналов. Для работы техжурнала необходимо использовать логи. путь к логам мы указываем отдельно. То есть мы можем в любом месте задать путь к логам. Ну, например, у меня он сейчас задан, если локальный каталог взять, это ЦУП ЛОКС. То есть я открою ЦУП ЛОКС. То есть я вот такой каталог создал и, в принципе, далее я этот каталог расшарил как сетевой каталог, чтобы он был доступен по сети. Потому что, если ЦУП, допустим, у нас поднимается на другом сервере, то ему тоже потребуется сетевой каталог. И важно, чтобы доступы обязательно была прописана служба агента сервера 1С, которая как раз запускается. Именно ей нужно давать доступ на вот этот каталог логов. У меня локальная системная служба, поэтому все ОК в этом плане. То есть ЦУП ЛОКС я локальный прописал и создал каталог. Вот это вот самый локальный, так сетевой. И тоже путь к нему прописал. Если все я сделал правильно, то система сейчас меня проверит и создаст тестово файл настроек. Давайте проверим. файл она сейчас она создаст файл настроек ЦУПа и попробует сымитировать небольшую нагрузку пейковую, проверит, что все работает корректно. Если все корректно, система напишет, что все ОК, и мы можем перейти к следующему этапу. Коллеги, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, будьте активны. Так, вот у нас потихонечку он анализирует. Продолжение следует... Именно как раз на этом этапе, повторюсь, чаще всего бывают ошибки. Что-то некорректно задали и коллегам приходится по несколько раз к этому возвращаться. Но если все сделать, как я вам сейчас показал, то в принципе все будет работать. Да, все, у нас проверка прошла, значит все хорошо. Нажимаем готово. Нажимаем готово и далее мы выбираем нашу настроенную базу WP SQL. Мы ее выбрали. Окей, мы ее выбрали. И теперь хотелось бы мне показать вам статью, на основании которой мы можем оперировать и управлять настройками. Статья из ИТС. Необходимо, чтобы у вас был доступ к ИТС. Давайте я ее скину в чате. В чате не дает, да, скинуть. Статья называется это она входит в документацию к корпоративному инструментальному пакету. То есть вы можете в поиске ИТС ввести корпоративный инструментальный пакет. И здесь есть такой раздел, как 2.11.2 это симптомы наличия узких мест конфигурации. Здесь как раз очень важная статья, где показаны 5 различных симптомов. То есть что можно ставить в анализ мониторинг и какие результаты получать и как их разбирать. Рекомендую кому будет интересно подробнее познакомиться с центром управления производительностью именно смотреть с точки зрения вот этой вот статьи. Довольно грамотная статья и она действительно очень показательная. Но и без нее мы с вами легко в принципе сможем сейчас определенные настройки сделать. Давайте попробуем. Так то есть у нас с вами открылся монитор текущей работы текущей нагрузки и по умолчанию доступны три показателя суммарное время выполнения максимальное время выполнения запросов и время ожидания на бакалавровках СУБД и ГИНС. давайте с вами добавим дополнительные показатели добавим с вами аналитический показатель анализ запросов. Вот они все показатели которые мы с вами изначально настраивали и здесь есть блок аналитических блоки анализ и мы добавим на литические показатель это анализ запросов плюс мы укажем еще анализ длительных событий будет и давайте укажем наш мы указывали процессное время до локал процесс время да про анализ процессного времени мы его как раз настройках указывали и чтобы эти настройки начали фиксироваться необходимо установить галочку запись в колонке если вы галочку запись не поставите то не произойдет фиксации записи этих настроек результатов того что у нас сейчас проанализируется если ты записи не произойдет значит у нас по итогу те же аналитические показатели система не сможет из них получить результат поэтому важно эту галочку ставить и система начнет запись у нас уже вон видно что-то происходит то есть какие-то пике процессные видны по графику можем видеть что за что отвечает допустим процессное время мы видим она черненькая вот она и коми идет вот ну пока здесь целом все прямая линия и нет никаких проблем у нас давайте придумаем проблему для этого я придумал плохой запрос который должен привести к утечке памяти то есть я беру справочник номенклатура делаю левое соединение с регистром бухгалтерии возрасчетных с условием истина еще и добавляю где номенклатура наименование полное подобно с двух сторон е буквочка ну то есть такой убийственный убийственный запрос давайте его нажму он начался и посмотрим что у нас происходит в мониторинге у нас анализ стоит раз в одну секунду мы можем этом настройках настраивать что то обновление монитора один раз в одну секунду и вот мы сразу видим у нас сразу пошло максимальное время выполнения запросов ввысь плюс нагрузка на процессор пошла начала возрастать и мы сейчас с вами дождемся когда у нас запрос упадет мы это тоже по показателям увидим запрос еще у нас выполняется еще система держится но недолго она должна держаться резко все то есть если мы посмотрим суммарное время запроса резко произошло падение то здесь произошла резкая утечка памяти то есть я вернусь к запросу и увижу что система у меня выдала ошибку недостаточно памяти для получения результата запроса к базе данных мы сымитировали плохую ситуацию error ошибка у клиента по какому-то проблемному запросу окей следующий этап это фиксация результата для того чтобы зафиксировать результат мы нажимаем кнопочку стоп как экспертная система говорит что настоящий момент еще собирается данные для анализа мы нажимаем да пусть она их анализирует чтобы могли к ним вернуться ранее окей следующий этап нам необходимо проанализировать то что мы с вами не копили за какой-то период в котором были проблемы утечки памяти и понять какие причины этих утечек дальше мы нажимаем начать мониторинг и выбираем уже не мониторинг а режим просмотр выбрать просмотр выбираем базу которые мы работали и так и вот у нас последние данные открыты то есть есть график те запросы где анализировать последние данные которые сегодня я анализировал мы можем с вами увидеть то есть можно за три часа отбор поставить два часа то есть давайте я увеличу отбор за день так и следующий этап это открыть форму анализа показателя для того чтобы посмотреть результат аналитических показателей плане того какие были проблемы у нас при работе течение вот этого дня с запросами так система говорит что еще до конца не проанализировала ну нажмем принудительно чтобы она доанализировала и выдала нам сразу результат ждем результат давайте перезайду что там у меня не поймал давайте еще завершаем анализ все да то есть я нажал анализ и у меня по результату того что отрабатывалась система выдала различные на ее взгляд проблемные ситуации ну в качестве проблемности можно сказать это вот этот наш длительный запрос и то есть он у нас оказался самый проблемный его вес по результату анализа самый высокий и именно него стоит обратить внимание то есть у нас есть проблемы с выполнением запросов я могу двойным щелчком щелкнуть и посмотреть откуда этот вызов у меня произошел я использую консоль запросов инфостартулкит и и система мне четко указала откуда у меня был вызов эту информацию она взяла из журнала регистрации то есть я журнал регистрации не лазя получил быстрая информацию о проблемах всех которые за определенный период времени случились допустим день два или три до эксперт анализирует то есть я получил проблемный вызов далее я могу посмотреть запрос именно тот запрос который был проблем который у нас значительно привел задержкам именно к высокой длительности выполнению и есть запрос на уровне сквель плюс система его обработала в терминах метаданных где как раз мы с вами если помните получали структуру метаданных то есть я уже могу понять что вот у меня была номенклатура связь сделалась с регистром бухгалтерии ну и примерно понятен запрос то есть в целом пусть мне известно точное место вызова и известен принципе сам запрос который привел к определенным проблемам вот плюс я могу посмотреть сразу блокировки какие были в этот момент установлены на регистр хозрасчетной и справочник номенклатуры что тоже очень полезно все далее могут информацию уже передать специалистам для того чтобы они провели естественно исправление таким образом коллеги можно довольно быстро получать информацию экспертную не заходя не открывая блокнот не лазя по тех журналу достаточно за какой-то период проанализировать нажать кнопочку анализ и вы уже проблемные места можете увидеть конкретно на графе за заданный период времени если у нас 20 все что было за 20 вот они у нас проблем все сегодня уже несколько раз запускал мы можем их все увидеть окей коллеги если нет вопросов пойдем дальше давайте кратенько режимируем что мы сейчас с вами делали мы работали с мастером настроек подключения все настройки выполняются через него то есть не надо никуда заходить какие-то дополнительные справочники что-то выдавать все задается через него это на самом деле очень удобно и относительно несложно вы это видели в принципе настраивается очень быстро дальше важно понимать что анализ проблем может применяться для чего для расследования проблем продуктивных систем именно на продуктивных системах нужно ставить суп плюс это возможность выявления различных ошибочных состояний работы допустим с помощью нагрузочных тестов то есть можете запустить нагрузочные тесты и выявлять проблемы если они начнут возникать при работе этих самых тестов соответственно мы можем с помощью монитора указывать показатели и их интерактивно видеть анализировать по результату записи этого анализа 1с суп у нас если изюмировать нужен для того чтобы определять медленную работу запросов суббд различные ожидания блокировок ловить взаимоблокировки длительные вызовы и много других моментов ключевые аналитические показатели которые у него есть которые могут давать ответ в чем именно проблема это как раз анализ запросов анализ ожидания на блокировках анализ взаимоблокировок анализ серверных вызов анализ длительных событий коллеги если какие то вопросы у вас по теме к я не вижу окей давайте кратенько пробежимся по познакомиться с командой программы курса в целом архитектор 1с в целом процесс обучения у нас проходит полностью онлайн по вечерам нерабочее время всегда все записи занятия все записи занятий с материалами сохраняются в личном кабинете и доступны в любой момент о различным занятиям выдаются домашние задания по которым преподаватель всегда дает развернутый фидбэк в чате есть специальный чат где группа может задавать различные вопросы где ведется преподаватели обычно участвуют дискуссиях помогают объясняют отвечать на вопросы плюс у нас программа обучения на курсах она не стоит на месте она постоянно из потока в поток постоянно обновляется давайте с вами кратенько пробежимся по программе курсы нас чуть-чуть время еще осталось так прежде всего вы всегда можете найти найти страницу обучения архитектура 1с на сайте вот у сру и там выбрать архитектор 1с ус предназначен прежде всего для ведущих разработчиков для девопс инженеров и для архитекторов 1с про то что дает вам даст этот курс можно детально познакомиться у нас на сайте вот этом лендинг странице по поводу программы курсом программа курс у нас состоит из модулей первый модуль это основные настройки окружения 1с где мы смотрим в целом обязанность архитектора как настраивается платформа 1с суббд мссql суббд постгрейский дальше у нас модуль организация скром команды на проекте 1с здесь у нас рассматривается подход к работе у организации работы программистов далее мы модели у нас модуль моделирование описание бизнес-процесса где мы проходим нотации моделирование популярной учимся строить архитектурные схемы проектировать в 1сс ппр и готовить технические проекты следующий у нас большой блок это автоматизация работы разработчиков и который настрой качество кода где мы так касаемся очень плотно работы с гитом учимся работать с гитом с ванскриптом обзор на касаемся идти учимся как настроить самар куб для статического анализа кода далее у нас рассматривается код ревью и get flow на 1с плюс бонус тому предоставляем специальный подход по разработке через гид с помощью мы выдаем специальные скрипты которые позволят эффективно работать по битло в 1с далее у нас блок тестирования 1с где мы смотрим как работает сценарном юнит тестированием разворачиваем дженкинс нуля и соответственно туда настраиваем через него сценарные юнит тесты дальше у нас блок посвящен мониторингу контроля производительности сегодня мы малую часть его задели касаемо настройки центра управления производительностью но это не все у нас есть мы поднимаем темы такие как настройка апдекса настройка графа нас прометеусом более глубинный анализ журнала технологического журнала и в целом подход рассматриваем к оптимизации расследования проблем предпоследняя модуль у нас это построение интеграции системах 1с где мы рассматриваем как работать с брокерами сообщений частности как работать с ребенком как работать с кавкой рассматриваем что это такое как это настраивать запускать домашние задания по этому моменту есть и конце все у нас это завершается проектной работой проектную работу входит целом одно большое задание которое касается всех модулей оно такое комплексное где каждый студент его прорабатывает и вот потом защищает свою проекту работу для того чтобы все знания у него уложились по полочкам и он мог потом применять в работе эффективно применять вот такая коллега у нас интересная программа курса сразу хотелось бы сделать акцент что конечно же мы готовим не функционального архитектора а технического архитектора то есть весь акцент у нас идет на технического архитектора то есть функционально архитектора работа функционально архитектором и здесь не рассматриваем как работает допустим и складской учет проблемческий бюджетирование этого мы не касаемо технического блока поэтому это важно понимать команда курса у нас это эксперты практики которые в настоящее время них преподавание это скорее дополнение все это люди которые являются руководителями крупных компаний и делятся своими практическими кейсами по работе в качестве архитектора 1с коллеги да давайте будем уже завершаться если есть да какие то вопросы пожалуйста задавайте цели вебинара у нас сегодня было это научиться настраивать технологический журнал через центр управления производительностью я считаю мы целом обзор на посмотрели как его можно настроить и уже сами сможем повторить второй момент мы научились анализировать события различные события через центр управления производительностью и в целом тоже сейчас я думаю сможем это все повторить реально на рабочих базах считает цели вебинара мы вполне успешно достигли коллеги ближайший старт курса архитектор 1с у нас 26 06 если кто-то хочет может успевать записываться спасибо за внимание пожалуйста да заполните опрос по занятиям всем спасибо до скорых встреч